Детские спортивные площадки, установленные во дворах Мурманска, стали подвергаться атакам вандалов. Подростки раскрашивают детские горки, ломают качели и заборы. Представители администрации обращаются к горожанам с просьбой относиться к площадкам бережно и по возможности оберегать объекты от хулиганов. Детская площадка, расположенная в одном из дворов на улице Кельдинская, единственная в округе. Сюда на прогулку приходят родители с детьми всех близлежащих домов. Малышам тут раздолье и горки, и качели, и даже спортивная площадка для тех, кто постарше. Все за забором, а значит дети не рискуют попасть под колеса автомобилей. Однако в последнее время на площадку начали приходить ребята из расположенной неподалеку школы. То, что качели, горки и карусели не рассчитаны на их вес, ребят не смущает. В результате карусель за минувший год ремонтировать приходилось уже трижды. Карусель вот только ломают, частенько ломают карусель, да. Вот ее за лето раза три или четыре это точно снимали, за лето да. А, конечно, нежелательно, чтобы нам часто-то ее ломали. Потому что это большие детки, а маленькие-то они же не ломают. Здесь же они все под присмотром маленькие дети, а большие-то же никто не смотрит, никто ничего не делает. Родители гуляющих здесь малышей стараются следить за порядком. Однако получается это не всегда, ведь наблюдать круглосуточно нереально. Потому сегодня на площадке снова ремонтные работы. На этот раз с помощью сварки восстанавливают качели, оторвавшиеся под чьим-то весом. Просьба, конечно, к жителям города следить за тем, чтобы хулиганы или вандалы не успевали это сделать. И все-таки сделано это для жителей города. Но вот то, что не успеваем заметить, приходится ремонтировать. Самим представителям власти удается поймать хулиганов лишь в единичных случаях. Тогда вандалам, конечно, приходится исправлять разрушение собственноручно. Однако самой действенной мерой до сих пор остается родительский контроль. На балансе города таких площадок много, и даже установить камеры видеонаблюдения на них получается слишком дорого.